Сергей Сергеевич, хочу задать вопрос о ситуации мирового православия сегодня. Какова ситуация в России, насколько она сильна? Какова ситуация в Европе и особенно на американском континенте? То, что касается России, то, конечно, ситуация очень тяжелая, очень серьезная, потому что та вертикаль власти, которая создавалась в последние 10 лет в Русской Православной Церкви, она рухнула, то есть коронавирус привел к тому, что люди стали меньше общаться, храмы стоят пустыми, вот встает вопрос о материальном обеспечении священников, потому что требы практически не совершаются, из-за пандемии отпевания совершаются в моргах, вот в храмах практически нет отпеваний, Роспотребнадзор за этим следит строго, минимальное количество крещений и такое же минимальное количество отпеваний. Ну и естественно, значит, даже заседания Высшего Церковного Совета, они происходят дистанционно, то есть нет живого человеческого общения, то есть пандемия привела к таким результатам, что люди вновь становятся асоциальными существами, то есть социум разрушен не только на уровне церковном, но и на уровне светском. Вот, естественно, что это радовать, конечно, никого не может, тем более, что увеличилось за последние 10 лет количество епархий, количество храмов, естественно, количество священников, и встает вопрос, а как в этих условиях выживать такой армии духовенства? Ну, к этому надо добавить, конечно, разрыв отношений с Вселенским Патриархатом. Вот, тяжелейшая ситуация на Украине, где непонятно вообще, как будет дальше развиваться православие. Но, с другой стороны, есть отрадное явление, например, Румынская Церковь, которая очень динамично развивается, которая активно занимается миссией. Вот, Александрийская Церковь, которая очень активно работает на африканском континенте. Вот, надо сказать, что вот украинское рассеяние, например, в Южной Америке, она тоже, значит, работает очень активно и поджимает католиков, которые всегда считали, что это как бы их каноническая территория, и они там, значит, настолько укоренены, что уже можно практически ничего не делать. Это все привело к тому, что возникают новые приходы, возникают новые епархии, ну и, конечно, если брать Северную Америку, это вот возникновение славянской епархии с центром в Майами. Вот, то, что касается... Извините, перебью, не епархии, наверное, вы говорите о славянском векариате внутри греческой... Да, точнее, славянский векариат, да, внутри, значит, греческой метрополии, да. Вот, к сожалению, все, значит, эти церкви, они раздроблены камнем преткновения, стало возникновение, значит, ПЦУ, Православной Церкви Украины, которую Вселенский Патриарх выручил Томас. Вот, конечно, там она не обладает всеми правами автокефальной церкви, но, тем не менее, это, значит, церковь, которая признана уже половиной православных церквей. Вот, и это, конечно, вот этот раздор, который ширится, он не добавляет, конечно, к единению ничего. Наоборот, это, значит, опять возникает распри, раздоры, споры бесконечные. Вот, самое печальное событие последних лет, это, конечно, уничтожение Парижской архиепископии. Вот, и здесь надо отдать должное Вселенскому Патриарху Варфоломею, который приложил немало усилий, вот, и Парижскому митрополиту Адамакису, вот, то есть уничтожить Парижскую архиепископию, которая вот в этом году должна была праздновать столетие своего образования и своего существования. Это, конечно, очень печальное явление, и это привело к дроблению, то есть часть приходов ушла, значит, к румынам, часть, значит, осталась под Вселенским Патриархатом, вот, часть примкнула, значит, к другим христианским общинам. Вот, к сожалению, ведь всего было три поместных церкви, если можно так сказать, потому что архиепископию, конечно, трудно назвать поместной церковью, но все-таки это было очень серьезное образование, которое исследовали и жили согласно решениям собора 17-18 года. Это Американская автокефальная церковь, это Парижская архиепископия, и это Финская церковь, которая находится под Константинопольским аммофором. Вот, значит, из этих трех церквей, значит, выпала уже Парижская архиепископия, она раздроблена, вот, часть храмов захвачена, захвачена, значит, к сожалению, духовенством и выходцами из России, вот, и, конечно, сейчас трудно понять, как все это будет развиваться, потому что дело в том, что каждый приход Парижской архиепископии имел свой устав, вот, и несмотря на то, что прошли приходские собрания, которые, значит, там голосовали за то, чтобы перейти под аммофор Москвы, вот, еще предстоят судебные процессы, потому что речь идет о недвижимости, то есть это длительный процесс, тягостный такой, который, я думаю, что не прибавит плюсов русскому православию, а наоборот приведет к такому отталкиванию, вот. Ну и, конечно, то, что происходит в России, оно, как бы, проецируется и на Европу, вот. Вот, дело в том, что, как бы, Европа стала сегодня для русской православной церкви таким своеобразным, значит, полем боя, что вот, чем больше мы, значит, захватим, чем шире мы распространим свои, значит, притязания, вот, открываются храмы в католических странах, в Италии, в Испании, во Франции, в Бельгии, в Голландии, вот. И это довольно странно, потому что как-то всегда считалось, что это каноническая территория Вселенского Патриарха, и если открываются, значит, какие-то новые приходы, то это должно быть согласовано с Вселенским Патриархом, вот. Но сейчас встает вопрос о том, что, да, вот, видимо, предстоит смена Патриарха, потому что Патриарх Варфоломей уже в преклонном возрасте, ему за 80, вот. И сейчас, значит, вот разгорается такая борьба между двумя основными претендентами. С одной стороны, это, значит, митрополит бывший французский Адамаки, с другой стороны, значит, это американский Кафедор. Скажите, пожалуйста, между ними есть какие-то противоречия? Кто более предпочтителен для какой церкви? Или они придерживаются одного и того же вектора? Нет, они, конечно, противоположны, потому что Эл-Кафедор, он, во-первых, молод, энергичен, вот, у него достаточно серьезные притязания, вот, и, конечно, он смотрит на все происходящее в мировом православии совершенно по-другому. То, что касается Адамакиса, он, во-первых, намного старше его, и, во-вторых, он уже проявил себя во время создания ПЦУ на Украине, то есть, именно ему было поручено Вселенским Патриархом создание этой церкви, дарование Томаса, вот, и все ожидали, что произойдет своеобразная очистка, что приедут, значит, два экзарха на Украину, и из числа тех епископов, которые, значит, хотели войти в состав новосоздаваемой церкви, будет, значит, как бы отсев своеобразный, то есть, слишком идиозные личности не попадут туда. На самом деле, Адамакис не справился с этим, вот, и они скопом, гуртом приняли всех буквально, значит, кто находился под амафором Филарета Денисенко. Вот, таким образом, конечно, была скомпрометирована сама идея создания, значит, церкви, которая могла бы объединить и уврачевать раскол, объединить все раздробленные православные общины на Украине. А какое вы видите будущее у этой церкви, у ПЦУ? К сожалению, видите, значит, первосвятитель этой церкви, митрополит Епифаний Думенко, вот, это явно не харизматическая личность, вот, более того, значит, пока он не проявил себя никаким образом, то есть, ничего для того, чтобы, значит, уврачевать раскол, сделать какие-то шаги в сторону, значит, первосвятителя Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не было сделано, никаких, значит, попыток наладить дипломатические отношения с РПЦ, с Москвой, вот, то есть, он, как бы, считает, что, вот, он единственный представитель православия на Украине, поскольку у него в руках находится, значит, Томас Вселенского Патриарха, причем он забывает, что в этом Томасе написано, что, значит, в любом случае может быть создан собор, и на этом соборе, значит, по благословению Вселенского Патриарха, первосвятитель может быть переизбран, вот, то есть, это, можно сказать, не автокефальная, а, значит, церковь с ограниченными правами, вот, то есть, устав сделан так, что самостоятельно они какие-то глобальные вопросы решать не могут, более того, если епископы недовольны своим первосвятителем, они могут его переизбрать, как это происходит у протестантов. Понятно. А как вы думаете, население Украины, граждане Украины, относятся к этой ситуации? У вас есть какие-то сведения? Ну, сама Украина, это же ведь очень сложный конгломерат, потому что мы знаем, что Западная Украина – это греки-католики, которые очень крепко стоят на ногах, которые вполне самостоятельны, которые причиняют немало беспокойств, конечно, Ватикану, вот, но, с другой стороны, на Украине это уважаемая, это сплоченная церковь, вот, поэтому, если говорить, например, о греки-католиках, то о них беспокоиться не приходится, вот, а то, что касается ПЦУ, то все может быть, что она начнет разваливаться, так же, как разваливается украинская церковь московского патриархата, вот, то есть, приходы отпадают, кто-то уходит, священники переходят, то есть, этот процесс, он перманентно встал уже, вот, и чем это закончится, конечно, когда начинается процесс энтропии, известно, остановить его уже невозможно. Еще вопрос о мировом православии. Можно ли мы сегодня, можем ли мы говорить сегодня об исходе антиохийского патриархата, об исходе из Сирии, из самой Антиохии, в другие страны, что сегодня происходит с этим патриархатом? Ну, конечно, война в Сирии, она очень сильно подорвала позиции антиохийского патриархата, вот, и, по сути дела, там, я думаю, что, если осталось несколько, значит, монастырей, вот, и, может быть, десяток приходов, это еще хорошо, вот, как-то антиохийский патриархат пытается все-таки, значит, обосноваться на европейском, на территории европейского континента, вот, насколько успешно будет, это трудно сказать, потому что я еще раз говорю, что пока румынская церковь, которая развивается очень динамично, вот, и которая работает в области миссионерства очень успешно, она, конечно, подвигает многие, вообще, православные церкви, и явно, что она лидирует на европейском континенте, я думаю, что, наверное, и в Северной Америке тоже они работают, там, по-моему, если не изменяет память, около 300 приходов в Северной Америке, и столько же, значит, в Европе. И согласитесь, что это все-таки, конечно, очень весомое количество приходов. Да, в Латинской Америке огромное количество приходов. Да, ну, вот я говорю, что 300 в Америке и 300 в Европе. Ну, и потом, то, что они, значит, уделяют большое внимание богословскому образованию, потому что, к сожалению, в русской православной церкви богословское образование находится на самом, вообще, таком низком уровне, вот, вот, а румыны, они стараются привлечь, действительно, значит, ученых с мировым именем, вот, они понимают, что им нужны образованные пастыри, образованные епископы, вот, поэтому они действительно стараются поднять уровень образования как можно выше богословского образования, и это у них получается. И последний вопрос. Может ли что-то сегодня или в ближайшем будущем уврачевать ситуацию между московским и вселенским патриархатом? И нужно ли это? Ну, это необходимо, потому что то, что раздроблено православной церкви, я говорил, что ПЦУ здесь стало камнем преткновения, то есть часть поместной православной церкви признала ПЦУ, часть не признала. Вот. Конечно, это просто необходимо примирение, и все-таки важно помнить о Пентархии, вот, о том, что Пентархия всегда признавала первенство Константинопольского патриарха, вот, и как тут вообще там, не пытаясь это изменить, это все-таки уже многовековая традиция, вот, по сути дела, более тысячи лет ей, вот, и так, в общем, ситуация остается. Многое зависит от личности. Вот, посмотрим, значит, кто придет на место в Варфоломее, вот, как изменится ситуация в русской православной церкви в случае ухода первосвятителя сегодняшнего. Вот, от этого зависит очень многое, потому что достаточно вспомнить историю с Иоанном 23-м, казалось бы, да, в каком глубоком кризисе пребывала католическая церковь, вот, но Второй Ватиканский собор, он влил вообще новые силы, вот, и кардинально перестроил католическую церковь. То есть, казалось бы, ну, невозможное произошло, то есть, тысячелетиями богослужение совершалось на латинском языке, и вдруг Второй Ватиканский собор говорит, нет литургии, пусть совершается на языке той, значит, страны, на котором говорят основное население. Вот, ну, и много других, конечно, решений очень важных было принято на Втором Ватиканском соборе. Очень жаль, что вот это всеправославное совещание на Крите в 16-м году, которое проигнорировало Русская Православная Церковь, это был шанс, шанс на оздоровление мирового православия. И то, что Русская Церковь, несмотря на то, что она участвовала активно в подготовке, в разработке проблем, в докладах, и то, что было принято решение накануне совещания принять участие, вдруг в последний момент, за месяц до начала, значит, последовал отказ, это, конечно, был такой удар для мирового православия, и это, конечно, был потерянный шанс. Субтитры создавал DimaTorzok